Москва выпускает седьмую часть всей российской косметики и парфюма. И сегодня средства по уходу за телом, сделанные в столице, могут конкурировать с товарами известных мировых компаний. Об увеличении производства стоимости и составе товаров расскажет Валерия Пономарёва. Чётко, быстро, без лишних движений. Сначала может показаться, что это военное производство. Но с конвейера выходят не патроны, а губная помада. Тоже в некотором смысле оружие. Соседний цех больше напоминает кондитерский. Смесь, похожая на какао, на самом деле, будущая пудра. Сотрудники завода в основном наблюдают за процессом. Большую часть работы теперь берут на себя машины. Если линию обычно обслуживало 5-6 человек, то на новых линиях работает всего 3 человека. Три женщины, то есть это совершенно для них не тяжело, удобно и легко. Фабрика красоты работает в Москве уже 20 лет. На её счету более тысячи косметических средств, а также парфюмерия и бытовая химия. Расширение производства позволяет регулярно выпускать новинки. Как мы знаем, сейчас в моде продукты экологически чистые. Это касается и косметики. Так что здесь тоже идут в ногу со временем. Кроме того, что средства для волос и тела обогащают кислородом, а недавно запустили новую линейку шампуней и бальзамов из сульфатов и парабенов. Качество контролируют собственные лаборатории. Там же создают и тестируют новые продукты. Мы не выпускаем ни один товар без тестирования. То есть у нас есть группа тестирующих, которым передаются на испытания наши продукты на определенное время, с определенными анкетами, критериями. И если что-то не устраивает потребителя, естественно, мы работаем над совершенствованием формулы. Новые линии позволяют производить косметику по замкнутому циклу. То есть все этапы в одном месте. Поэтому мощность увеличивается в разы. В ближайшее время планируют запустить еще пять новых линий. Усовершенствование требует не только оборудование, но и инфраструктура. Фабрика находится в промзоне, так что добираться сюда сотрудникам, а их здесь 855 человек, пока не очень удобно. Стараемся посмотреть, связанные с благоустройством, доступностью, с маршрутами. В принципе, мы большие работы делаем в этом направлении, на Варшавке, на подвозке курсантов реконструкции. Сейчас делаем соединение Варшавки и Липецкое через подвозке курсантов. Так что этот блок будет развиваться, транспортный блок будет развиваться. Новые показатели позволят фабрике претендовать на статус промышленного комплекса. Это дает ощутимые налоговые льготы. В этом году руководство завода собирается подать заявку. Москва является одним из лидеров космической промышленности, авиационной, оборонно-промышленной, атомной промышленности. Но мало кто знает, что Москва является одним из лидеров по производству парфюмерной и косметической продукции. В Москве производится около 14% всего российского объема. Я очень рад, что в России рождаются конкурентные производства, конкурентные не только для России, но и для мира, потому что вы 20% своей продукции уже поставляете на мировые рынки. С остатусом промышленного комплекса, конечно, очень это нам поможет и позволит наших потребителей, и москвичей, и людей в других городах России, и других стран мира, конечно, предлагать продукцию по ценам, которые им интересны. Сэкономленные деньги позволят обновить оборудование полностью и расширить площади. В планах даже строительство новых производственных корпусов. Валерия Пономарева, Дмитрий Солоухин, Станислав Горячих, Игорь Миняйлов. Москва, 24.